Мир накрывает вторая волна коронавируса, которая только усугубит социальное недовольство. Большинство стран не могут позволить себе новый карантин, а население, медицина и экономика все равно будут в проигрыше, что обусловит критику любой власти. Добавьтесь тому, мы это с вами пережили, что вот этот коронавирус привносит в общество психоз, а затем панику. Это страшнее коронавирус. У нас же выработан алгоритм действий данной ситуации. Губернаторы должны возглавить работу по контролю за реализацией мер профилактики коронавируса, организации лечебного процесса. Общество тоже должно осознавать свою ответственность. Я это сказал и попрошу губернаторов немедленно вернуться к исполнению своих функциональных обязанностей в части ковида, периода первой волны. Мы очень хорошо тогда работали, губернаторы сыграли свою организационную и материально обеспечивающую роль, так же как и министры силового блока. Каждый занимался своим делом. Знаете, что делать? Надо помочь министру здравоохранения, врачам справиться с этой заразой. Правила личной гигиены, разумное социальное дистанцирование, этого никто не отменял. Надо поберечь себя и своих родных. Это особенно актуально для тех, кто на пике заболеваемости игнорирует пандемийные риски и создает их, выходя особенно на эти массовые уличные акции. Еще раз подчеркиваю, я ни в коем случае даже из-за пандемии не призываю тех, кто ходит по улицам, не выходить на эти акции. У каждого есть голова на плечах, он поступает сообразно своему мышлению и в соответствии со своими мозгами. Хочет ходить, пусть ходит. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я не хочу опять напоминать то, что было сказано два или полтора месяца тому назад.